Так, ребята, сегодня воскресенье, выходной день, приехал за водой, вода бьет прямо из-под земли, очень хорошая чистая вода, пью ее уже не первый год и вся моя семья только этой водой, так сказать, даже было время, мы даже супы на ней варили, но сейчас уже стали пользоваться кувшинами, потому что после того, как увидишь, сколько накипи на чайниках, аж плохо становится, что это оседает на твоих печень, почке и так далее, весь твой организм, кровь попадает. Источник один из лучших в Брестской области, это пожежинский родник, здесь есть и купальня, хорошая, облагороженная, здесь это все трудами одного священника делалось, хотя купель бьет давно. Значит, по химическому составу, сейчас вам покажу, для тех, кто с Бреста, значит, ну смотрите, сразу по железу смотрю, 0,21, то есть то, что показало, да, предельно допустимо 0,3, то есть получается ниже среднего, потому что железо в наших широтах это самая-самая больная тема, ну и естественно все остальное, там магний, кальций, жесткость, кислота, хлор, хлор, например, допустимая 350 водопроводной трубы, здесь 4, то есть, ну сами понимаете, вот так вот он бьет, сейчас поближе подойдем, беру тележечку Блаукрафт, есть у меня на нее обзор, думал мешки носить с материалами, но в итоге она вот для этих целей пригодилась. Беру довольно-таки много, вечер, никого нету, это пойдет на работу, это в дом и вот это в дом тоже. Вот так она бьет, как видите, обильно, водичка очень чистая, и что самое можно обратить внимание, вот видите этот песочек, она частично, скорее всего, где-то с песочком уходит, да, беленький, беленький, беленький. Вода очень приятная на вкус, нет у нее никаких посторонних привкусов, вот, так что вот такие дела, ребята, и у вас, у каждого в своем регионе есть источник, берите чистую воду, пейте чистую воду, потому что вода это источник жизни, и мы в основном сами состоим где-то на процентов 70-80, точно не знаю, но из воды. Поэтому это наша жизнь, это наше долголетие, это наше здоровье, а наше здоровье, вы сами понимаете, это самое ценное то, что у нас есть. Так что, ребята, призываю, пейте воду с источников, минералку, кстати, ее в определенных количествах можно пить, то есть нельзя вот так вот ведрами пить, воду чистую можно пить сколько хочешь. И еще, кстати, не перепутайте, для тех, кто не знает, есть такие системы очистки, не помню, как она точно называется, но, короче, она настолько очищает воду, что она практически вообще мертвая. То есть воды там, элементов там никаких нету, и она, так сказать, не особо и благотворно влияет на природу человека. Поэтому пейте такую хорошую, нормальную, чистую воду. Все, ребята, увидимся.